Очередной митинг коммунистов собрал вот в пятницу сотни жителей республики. Все они возмущены тем, что местные власти до сих пор не исполняют наказ федералов. А ведь Владимир Путин еще 4 месяца назад дал указание вернуть пригородный транспорт в регионы. Вы что, с ума сошли что ли? Послушайте, это просто даже не серьезный подход к делу. Это же касается там тысяч людей. Это касается производства. Люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно еще 2 месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. Железнодорожное сообщение пригородное должно быть восстановлено немедленно. Тогда в Минтрансе ответили, ждем письменных поручений. Однако за несколько месяцев ситуация не изменилась. Скорее наоборот, с наступлением летнего сезона сотни дачников оказались заложниками чиновничьего бездействия. На оставшиеся поезда цены заломили, а в места, куда не ходят ни автобусы, ни электрички, люди добираются пешком. Наматывая по несколько километров. Николай Беломестных один из таких дачников. Значит, уже нужно 260 рублей туда, 260 обратно. На двоих 520 рублей. 522, если точно. Так зачем мне эта дача нужна? Я дешевле куплю, ведь, на рынке. Маршрутки туда не ходят. Вообще не ходят маршрутки, потому что у нас нет дороги туда. То есть способ добраться до вашей дачи? Только на электропоезде. Или пешком. Вы как добираетесь в итоге? На всяких разных. На перекладных добираемся. Там полулегальный электрический, вернее, этот, как его, микроавтобус ходит. До дивизионки на микроавтобусе едем на сотом. Потом пересаживаемся там через перевал, едем до зенита. И потом 2,5 километра пешком вдоль железной дороги. Сейчас поезда остались только там, где их невозможно заменить автобусным сообщением. По всей республике таковых 12 маршрутов. В апреле Сергей Козлов заявил, решить проблему немедленно, как приказал президент, не выйдет из-за низкой наполняемости вагонов. А перед предстоящим митингом в правительстве и вовсе заявили, бучу поднимать не советуем. Там у нас один из наших соответственных людей говорит, что движение пригорода электричества не нот. На него вышел зампредседателя правительства Зубарев. Сказал, что мы вот готовим рабочее совещание, а вы вот тут митинг готовите. Будете митинговать, так мы вообще эти вопросы решать не будем и совещание собирать. Между тем люди уверены, дело о невыкупаемости электричек. По мнению собравшихся, министр Сергей Козлов лоббирует интересы маршрутчиков. Вы меня простите, но правительству тоже нужно немножко свои эти умерить потребности. И тогда будет все выгодно. Вы сейчас о каких потребностях? А? Вы сейчас о обыкновенных. У них и зарплаты, у них и машины, у них есть все абсолютно. А почему мы, которые проработали по 40 с лишним лет, мы не можем пользоваться электричкой? По словам дачников, электричка и удобнее, и безопаснее. Но в Минтрансе их слышать не хотят. С момента путинского указа не было восстановлено ни одной электрички. В качестве альтернативы отмененным электропоездам до станции Мысовая власти запустили 4 автобуса. Как в разгар сезона тысячи дачников смогут добираться на них, чиновников, по всей видимости, не особо волнует. Ну а Козловым вместе с Барановым, так как они у нас один зам, второй министр, я им пожелаю хотя бы раз 5-10 пересесть со своего транспорта в Синомарке. И сесть на электропоезд и проехать, и послушать, что говорят люди. Опять от меня сбежала последняя цикличка.